Арк МТВ представляет. Благое заступничество. Большая часть суры Ан-Ниса, четвертой суры Корана, была неспослана вскоре после переселения пророка Мухаммада, мир ему и благословение, в Медину. И мусульманская община тогда впервые оказалась не под угрозой уничтожения. Мусульмане уже не были меньшинством, они стали значительной частью общества и независимой общиной. И хотя угроза со стороны урайшитов еще сохранялась, и мекканцы еще могли прийти и напасть в любое время, все равно мусульмане чувствовали себя более уверенно, устанавливая соглашения с христианскими и иудейскими общинами, которые жили в Медине. В тот момент Аллах Великой Невозвышен решил неспослать вступительные законы, что-то вроде ранних принципов, чтобы помочь общине жить и развиваться. И многие из этих законов Аллах в дальнейшем дополнил, неспослав их уже в полном совершенном виде. Однако первые вступительные стадии некоторых законов были неспосланы в суре Ан-Ниса. Таким образом, мусульманская умма в то время потихоньку начинала укрепляться, утверждаться. И поэтому Всевышний Аллах решил, что настало время, когда мусульмане должны соблюдать определенные нормы, определенные принципы, определенные правила морали. То есть сура Ан-Ниса состоит не только из законов, но в первую очередь из способов и принципов, согласно которым люди должны обращаться друг с другом. Есть один момент, на который я хотел бы обратить внимание до того, как поговорить об одном аяте из суры Ан-Ниса. В этой суре Всевышний Аллах уделил много внимания людям, которых общество зачастую игнорирует. Это люди, у которых нет какого-либо экономического влияния, у них нет политического или социального статуса, они практически невидимы в обществе. Аллах хочет, чтобы мы, как община, заботились об этих людях в первую очередь. И поэтому уже в самом начале Всевышний говорит «отдавайте сиротам их имущество». Видите, хотя эта сура называется «Женщины», мы почти сразу переходим к вопросу о сиротах. Затем мы переходим к вопросу о сиротах, девочках, о том, как относиться к ним. Итак, раз за разом в этой суре Аллах, Велик Он и Возвышен, говорит о тех категориях людей, которые, возможно, притеснены или обделены в обществе в той или иной степени. Итак, вот аят, о котором я хотел бы рассказать вам. Сначала я бы хотел рассказать вам, как он связан с более широкой темой этой суры. Это, несомненно, одно из проявлений мудрости, которую Аллах даровал мусульманам, чтобы они могли правильно обращаться друг с другом и создавать здоровую и развивающуюся общину. Честно говоря, об этом недостаточно много говорят, когда толкуют данный аят, поскольку мы не считаем, что он как-то связан с духовностью, мы не считаем, что он как-то связан с поклонением. Например, когда приходит Рамадан, мы все переключаемся в режим поклонения, мы психологически подготавливаем себя. Но этот аят больше относится к тому, как мы обращаемся друг с другом, как мы разговариваем друг с другом, как взаимодействуем друг с другом. Итак, сначала я приведу вам простой перевод этого аята. Кто будет ходатайствовать хорошим заступничеством, кто будет давать хорошие рекомендации, то Аллах говорит, тому будет доля награды от него. Сейчас я объясню, что это значит, но сначала давайте полностью переведем аят. «Во мэн яшфа' шафа'атан си-й-и-а». Кто будет ходатайствовать плохим заступничеством, то есть давать плохие и скверные рекомендации, тому также будет доля греха от него. И затем Аллах говорит, «Во каан Аллаху аля кулли шаи им на кита». Опять же, очень поверхностный перевод. Аллах наблюдает за всякой вещью. Ни одно творение, существовавшее когда-либо на земле, не имеет никакой силы, кроме как той силы, которую дает ему Аллах. Это одно из значений слова «мукит». Но сейчас давайте немного вернемся назад. Первая часть аята звучала так. Кто будет ходатайствовать хорошим заступничеством? Во-первых, давайте разберем, что значит слово «шафаа». Это когда вы говорите что-то или помогаете кому-то приобрести что-то хорошее. Либо то, что избавит кого-то от вреда. Например, если вы звоните кому-то и говорите «Послушай, брат, только что я ехал в районе площади, там просто ужасная пробка, не езжай в ту сторону», то вы только что сделали «шафаа» для своего друга. Вы порекомендовали ему то, что избавило его от вреда. Вы спасли его от множества проблем, и он поехал по другой дороге. Это маленький пример того, что называется «шафаа хасана». Другой пример. Ваш знакомый ищет работу, и вы звоните своему другу и говорите «Я знаю этого парня, он хороший, ответственный человек, и я думаю, тебе стоит дать ему шанс». Это тоже будет «шафаа хасана». Вы проложили для кого-то дорогу к чему-то благому. Итак, вы либо избавляете кого-то от вреда, либо открываете дверь к благому. Это на самом деле не «шафаа хасана». Это значение всего лишь одного слова «шафаа». «Шафаа» – это когда вы звоните от чьего-то имени и просите за него. Или вы идете к кому-то и говорите «Я хочу избавить тебя от проблем». Приведу вам прямой случай того, что значит «шафааа». Человека собираются уволить из-за того, что он опоздал на работу. А вы знаете, как было на самом деле. Вы видели, что он вовремя пришел на работу, но прямо у входа его срочно вызвали в другой отдел. То есть, он на самом деле не опоздал, но ему даже не дали возможности объясниться, а сразу решили уволить. Вы подходите к его начальнику и говорите «На самом деле он не опоздал. Я видел, как он пришел вовремя, но его сразу же потянули в другой отдел, затем еще куда-то». И так получилось, что к своей работе он приступил поздно. Вы заступились за этого человека, высказались от его имени и помогли ему сохранить свою работу. Это и есть пример шафаа – заступничества. Хорошие рекомендации, когда мы замолвили за кого-то слово, используем связи, чтобы помочь кому-то получить работу. Поскольку те из вас, кто когда-либо устраивались на работу, знают, что вы можете отправить свое резюме по интернету. Но совсем не факт, что оно дойдет по назначению. У вас должны быть связи. Кто-то должен порекомендовать вас своему знакомому, который позвонит вам и скажет «Эй, мне рассказывали про тебя? Приходи завтра на собеседование». Когда речь идет о работе, женитьбе, торговой сделке, все мы опираемся на рекомендации. Живя в обществе, мы вынуждены полагаться на рекомендации других людей. Особенно мы полагаемся на рекомендации близких к нам людей. Например, вы были моим студентом, и, окончив мои курсы, вы решили поступать в университет. И вы просите меня, могли бы вы написать для меня рекомендательное письмо? Это тоже будет шафа'ай. Или человек оставляет одну работу, переходит на другую работу и говорит прежнему работодателю, «Могу ли я упомянуть о вас? Это тоже шафа'а». Но дело в том, что Аллах в аяте сказал не просто «шафа'а», Он сказал «шафа'а хасана». Все значения, которые я привел вам, указывают только на благое, только на ситуацию, когда вы хотите помочь кому-то, либо вы пытаетесь спасти их от вреда, либо вы хотите принести им какую-нибудь пользу. Это благой альтруистический поступок, поскольку вы стараетесь не для себя, а для кого-то другого. Шафа'а приносит пользу не вам, а кому-то другому. Однако уникально то, что в Коране Всевышний Аллах придает этому слову два качества. «Шафа'а хасана» и «Шафа'а сайя'а». И это довольно необычные выражения, поскольку, как сказал Ибн Ашур, в Коране было использовано необычное, непривычное для арабов выражение. «Шафа'а сайя'а» – плохое заступничество, плохая рекомендация. Поэтому нам нужно вернуться и переосмыслить кое-что, поскольку Аллах как бы дает нам понять, что просто любой рекомендации или заступничества недостаточно, она бывает либо благой, либо плохой. Так что давайте вернемся назад. Допустим, какой-то человек не имеет необходимых навыков для работы, но вы все равно ходатайствуете за него, поскольку он ваш кузен, и при этом вы умалчиваете о его недостатках, а просто говорите «Он хороший парень, дай ему шанс». А парню вы говорите «Все нормально, не беспокойся, я все устрою». Хотя вы принесете пользу своему кузену или своему племяннику, или вашему другу, или кому бы то ни было еще, это не будет считаться шафа'а хасана, благим заступничеством, потому что оно не будет основываться на правде, оно не основывается на честности. Когда вы собираетесь сделать что-то хорошее, это должно основываться на честности. Один мой студент, который много лет назад провалил экзамены на моих курсах, как-то раз попросил меня написать ему рекомендательное письмо в университет. Я сказал ему, что не могу этого сделать. Он такой «Ну, Устас, я ведь учился у вас». Я говорю «Да, ты учился, поэтому я и не могу этого сделать. Ты практически не ходил на мои уроки, а когда присутствовал, ты спал на задней парте. Ты провалил все экзамены и зачеты. Что я должен буду написать о тебе? Ты хочешь, чтобы я солгал?» Он такой «Нет, Устас, но ведь мы же братья мусульмане, а мусульмане помогают друг другу. Как же братство в исламе?» Братство в исламе подразумевает, что мы должны быть честными друг к другу. Более того, говоря об отношениях мусульман друг к другу, посланник Аллаха, ﷺ, сказал, «Верующий – зеркало верующего. Мы являемся зеркалами по отношению друг к другу. Если вы испачкались, то, глядя в зеркало, вы увидите грязь. Если вы грязные, вы не увидите в зеркале что-нибудь чистое. Если вы в помятой одежде, зеркало не покажет вам чистую, отглаженную одежду. Вы увидите ее такой, какая она есть». Поэтому, когда вы правдиво рекомендуете кого-то, когда вы говорите что-то хорошее о человеке правдиво, то это и есть шафа хасана. Но когда вы хвалите и рекомендуете того, кто не заслуживает этого, вы просто выдумываете. И это может иметь множество последствий. Например, иногда люди, которые давно меня знают, просят, «Мог бы ты порекомендовать нашу организацию или наш проект, чтобы люди жертвовали на наш проект?». Я говорю им, «Я ничего не знаю про ваш проект. Я просто не знаю. Я не знаю, как у вас обстоят дела с бухгалтерией. Я не знаю, как давно он работает. Не знаю, какую работу вы уже совершили. Поэтому я не могу рекомендовать вас». На это они говорят, «Почему бы тебе не изучить наш проект?». О, Аллах! Если я начну изучать ваш проект, затем другой проект, затем еще один проект, то это все, чем я буду заниматься в жизни. Лично я не стал бы рекомендовать что-то, не узнав о нем сначала подробно, не попробовав его сначала. Например, есть компании, которые руководят группами, отправляющимися на хадж. Если я не воспользуюсь услугами одной из этих компаний, то я не могу рекомендовать их. Я не был в хадже вместе с ними. Я не знаю, каково это. И, учитывая мое положение, мне еще сложнее, поскольку, если бы я отправился в хадж вместе с ними, то, возможно, они бы относились ко мне по-другому, поскольку они знают, что в будущем я буду рекомендовать их. А к другим людям, которые поехали с ними, они бы относились иначе. Я должен быть осторожным, поскольку это общественная ответственность. Итак, рекомендуя кого-то или что-то, мы должны оценивать последствия наших слов. Это не значит, что мы должны игнорировать благие дела и благую работу людей. Если нас спросят о ком-то, мы не должны говорить «я ничего не знаю про тех ребят», поскольку это почти то же самое, что сказать «да ну их, они вообще не умеют работать». Поэтому вы должны быть осторожны в словах. Либо ничего не говорите, либо просто скажите «знаете, это хорошая организация, но мне нужно узнать побольше о них. Я не так много знаю о них». Есть много хороших способов указать на то, что вы недостаточно владеете информацией о чем-то. Поэтому мы должны быть внимательны, когда говорим о людях, о каких-либо организациях, о бизнес-проектах. Тем более, что шафа'а стала очень распространенным явлением в нашем обществе. Любой товар, который вы покупаете на Amazon.com, имеет свои отзывы. Люди делают шафа'а за этот продукт, так ведь? И на каждую компанию, на каждый ресторан можно найти рецензию в Гугле. Однако сами мусульмане забыли эти принципы, заложенные в Коране. На улице будет стоять халяльный ресторан, а через километр откроется еще один халяльный ресторан. В первом продавались бургеры. И во втором тоже будут продаваться такие же бургеры, чтобы лишить первого половины прибыли. Хорошая идея, не правда ли? И знаете, владелец этого второго ресторана будет писать фейковые отзывы о первом ресторане. Не ешьте там, у них в бургерах тараканы и тому подобное. Чтобы поднять свои продажи, это будет шафа'а сайя'а. Этим он просто разрушает чей-то бизнес. Итак, есть шафа'а сайя'а и шафа'а хасана. И обратная сторона этого тоже имеет место. Когда кто-нибудь на самом деле заслуживает хорошей рекомендации, когда человек заслуживает, чтобы за него замолвили доброе слово, то дайте ему хорошую рекомендацию, не будьте скупыми. Я был свидетелем одной истории, которая просто шокировала меня. Я был просто в шоке, какими ограниченными, какими узколобыми люди могут стать. Один человек решил поступить в медицинский институт в Пакистане. Он закончил его, затем приехал в США. Сначала ему было очень тяжело, он прошел переаттестацию в США, стал терапевтом. И сейчас он сделал себе очень успешную карьеру. Но когда другие молодые люди, тоже решившие учиться на врача, ищут людей, которые могут дать им рекомендацию, ищут тех, кто уже прошел этот путь, то этот успешный доктор, имея возможность дать рекомендацию, намеренно этого не делает, поскольку считает, что однажды этот молодой парень станет его конкурентом. Это и есть пример узколобости и костности человека, который не может вытерпеть, как кто-то развивается, как кто-то добивается успеха. Он скорее скажет «Нет-нет, он безнадежен. Не стоит обращать на него внимание. Не нужно его рекомендовать». Ну и правильно. Зачем давать шанс молодым специалистам? Зачем способствовать развитию будущего поколения? Это происходит не только в одной или нескольких сферах. Это имеет место даже среди тех, кто занимается призывом. Даже среди тех, кто занимается исламским призывом. Есть люди, которые очень часто проводят лекции, хутбы, семинары, и кто-то подходит к ним и говорит «А что вы думаете о таком-то шейхе?» Они отвечают «Ну, как вам сказать? Я бы не слушал его». Это так, чтобы вы знали, поскольку он думает, что если он порекомендует другого лектора, он потеряет часть аудитории. Для него люди – это как клиенты в магазине. И как результат, в исламской общине, в том числе и здесь, появились люди, чья единственная функция – это предостерегать от тех или иных лекторов. Это единственное, что они делают. Это единственная их работа. Говорить людям «Не ходите туда», «Не слушайте того», «Не берите уроки у того». Или же они чрезмерно хвалят, чрезмерно рекомендуют тех, кто им по душе. Это тоже шафа'а сайя. Это то, что очень распространилось в нашем обществе. Но теперь давайте перейдем к самому аяту и проясним некоторые вещи. Каковы последствия вашего благого заступничества? К чему приводит шафа'а хасана? Что происходит, когда вы рекомендуете того, кто заслуживает быть рекомендованным? Или когда вы предостерегаете людей от вреда, к которому они направлялись? Кстати, я не упомянул эту сторону. Если вы можете что-то сделать или сказать, что избавит общину от вреда, то вы обязаны это сделать. Это тоже будет шафа'а хасана. Понимаете? Были случаи, когда руководство одной мечети советовалось по поводу одной строительной фирмы. А эта строительная фирма была известна своим недобросовестным отношением к работе. И знающие люди в той мечети сказали «Лучше не надо. Мы не хотим ни на кого наговаривать, но мы думаем, что вам следует еще поискать». Это проявление общественной ответственности. И это будет шафа'а хасана. Порой в учтивой форме предостерегать от тех или иных лиц и фирм также является нашей обязанностью. Но, опять же, это нужно делать очень тактично. Мы не можем обвинять или критиковать кого-то, не имея четких доказательств. Поэтому, если у вас нет четких доказательств против кого-либо, и вы не уверены, что заключение той или иной сделки или же нитьба на ком-то приведет к серьезному вреду, то вы должны молчать, пока вы сами точно не удостоверитесь, пока у вас не появятся неопровержимые доказательства. Вам лучше хранить молчание. Итак, каковы последствия такого явления, как шафа'а хасана? Если мы с вами станем людьми, которые могут давать хорошие рекомендации, если у нас будут принципы, согласно которым мы сможем давать правильные рекомендации в правильное время, то, как говорит Аллах в Коране, ... тому будет доля награды от них. Слово «насиб» в этом аяте я перевел как «доля». Но в этом аяте есть два слова, указывающие на долю – «насиб» и «кифль». И оба они переводятся как «доля». При этом Аллах, Велик Он и Возвышен, решил, что одно должно быть названо «насиб», а другое назвал «кифль». Я бы хотел копнуть немного глубже, чтобы проиллюстрировать вам, что на самом деле обозначает слово «насиб». Оно на самом деле означает долю от всего. Например, вы порекомендовали кого-то на работу, того, кто заслуживает ее, и он получил эту работу. И вот после того, как он получил эту работу, за все благое, что произойдет в его жизни, и за что он будет благодарить Аллаха, вы получите свою долю. Этот человек женится благодаря работе, которую вы помогли ему получить, вы получите долю. У этого человека будут дети, потому что у него есть работа, вы получите долю. Он смог помочь своим родителям погасить долг, вы получите долю от этого благого поступка. Он сможет поехать в хадж, вы получите долю. Он раздаст милостыню в Рамадан, вы получите долю. Он совершает множество благих дел благодаря своей работе, а вы понятия не имеете о том, что он делает. Вы всего лишь порекомендовали его на работу. Однако, за огромное количество благих дел, которые совершились благодаря одной вашей рекомендации, вы получите долю от Аллаха. Это и будет ваш насып, доля от всех вещей. Знаете, что интересно? Я обнаружил, что в арабском языке слово «насып» также приходит в значение водоема посреди пустыни. Если вы путешествуете по пустыне, то рано или поздно у вас закончится вода, и вы станете отчаянно искать воду. На самом деле, вы будете искать насып. И может быть так, что, посмотрев вдаль, вы увидите воду, но, приблизившись, вы поймете, что это всего лишь мираж, а не вода. И что делали арабы, чтобы помочь друг другу найти воду в пустыне? Возле водоемов они ставили большие камни, которые они также называли насыбами. Большие камни. Поэтому в Коране слово «ансаб» переводится как «камни, на которых приносят в жертву животных». Животное ставили на большой камень и приносили в жертву. И эти камни назывались «ансаб». И также большие камни использовались в пустыне, как знак путникам, что поблизости вода. Представьте, что вы путешествуете по пустыне. Единственное, что вы видите, это песок. Ваше положение отчаянное. Но, немного пройдя, вы видите камень. И это дает вам надежду. Возможно, в этом аяте Всевышний Аллах указывает нам на то, что, когда мы будем помогать кому-нибудь, Аллах, Свят Он и Велик, раз за разом будет открывать вам возможности в будущем. То есть, вы получите награду не только в вечной жизни, но уже здесь, в вашей мирской жизни. Благодаря тому, что вы сделали благую рекомендацию, в вашей жизни начнут происходить благие вещи. Вы будете достигать целей в своей жизни, которых вы никогда бы не достигли, не сделая вы хорошей рекомендации. Вы думаете, что вы просто кому-то помогли. Но Аллах учит нас тому, что на самом деле мы помогаем сами себе. На самом деле вы помогаете сами себе. Настанет день, когда вам самим понадобится деловой партнер. И вы будете искать работу. Или вы будете поступать в университет. Или вы захотите жениться. Или вы будете искать жениха для своей дочери. И эти двери будут широко открыты для вас, благодаря тому, что вы помогли кому-то в прошлом. Аллах откроет все эти насыбы для вас. Это невероятно. Если помните, в начале мы сказали, что в суре «Ан-Ниса» Аллах говорит о людях, которые находятся в нужде, которые беспомощны. И если эти люди стремятся добиться чего-то в жизни, если они хотят развиваться, они очень зависят от рекомендаций и поддержки других людей. А иначе они не смогут продвинуться по жизни. И Аллах как бы говорит нам, что на самом деле это мы с вами находимся в нужде. Мы просто помогли кому-то, но на самом деле мы помогли только самим себе. С другой стороны, если вы дадите плохую рекомендацию… Допустим, вы кого-то недолюбливаете, и поэтому вы не позволили ему получить работу. Вы ненавидите кого-то, и поэтому вы донесли на него, чтобы он потерял свою работу. Некоторые люди бывают очень вспыльчивыми. Если официант в ресторане принесет им еду на две минуты позже, они посмотрят на него вот так. Этот бедолага работает по 16 часов в день. И вот он опоздал всего на две минуты. А вы идете к менеджеру и говорите «Знаете, у вас очень неквалифицированный персонал. Ваш официант опоздал на целых 120 секунд. Это недопустимо. Вам не понравился этот бедняга». И теперь он потеряет свою работу из-за вашей тупой жалобы, из-за того, что вы не способны сдерживать себя. Вы только что лишили заработка человека. Возможно, он кормил свою семью, работая официантом, поддерживал своих старых родителей. А вы и не осознаете величину вреда, который вы причинили. Это всего лишь некоторые мелкие деяния, которые мы совершаем каждый день, и которые становятся плохим заступничеством. Также мы совершаем шафа' ас-сайги'а и в более серьезных вопросах, что приводит к более печальным последствиям. И каковы последствия этого? Аллах говорит, тому будет доля, кифль, от него. Здесь уже использовано другое слово, указывающее на долю, кифль, в отличие от слова «насып», которое указывает на нечто впереди, например, на камень, ведущий к воде. Слово «кифль» в арабском языке первоначально означало кусок ткани, который заворачивают вокруг горба верблюда, чтобы путник мог сидеть на нем. Кифль также означал кусок ткани, в которой путешественники клали все свои вещи, завязывали и набрасывали за спину, либо вешали по бокам верблюда. Это тоже называли кифль. Нечто, что тащится позади вас, что-то, что не отпускает вас. Это как багаж, который вы постоянно должны нести. Кстати, от слова «кифль» происходит другое арабское слово – кафаля. Гарантировать, ручаться. Кафиль на арабском – это поручитель. Кафаля – это поручительство, гарантия. То есть, кифль – это нечто, что гарантированно придет к вам. Когда вы делаете плохую рекомендацию, вы как будто бы ставите багаж, ношу себе на плечи, которая всегда будет с вами, и вам придется заплатить цену в этом мире. Эта ноша будет постоянно с вами, и вам придется заплатить за нее цену. И вы будете ответственны за это. Кто-то говорит, что кифль – нечто эквивалентное, то есть, такой же ущерб, который вы совершили, будет совершен по отношению к вам. Такой же ущерб. Но дело в том, что мы не осознаем, какой ущерб мы можем причинить. Мы зачастую не осознаем этого. Но затем, когда ущерб причиняется нам, мы восклицаем – откуда это? Почему меня постигли все эти испытания? Все, что вы сделали – это всего лишь выбросили пару слов с языка. Порой причина даже не в языке, а в выражении лица. К примеру, вас спросят «Что ты думаешь про Абдуль-Карима?». И вы такой «Я ничего не буду говорить». Когда вы сказали «Я ничего не буду говорить», поверьте мне, вы уже сказали «Больше, чем достаточно». Вы сказали «Намного больше, чем нужно». Ну, что я могу сказать про него? Вы увидите последствия этого кислого выражения лица в будущем. Защитите себя от вреда, который вы можете навлечь сами на себя. СубханаЛлах. Но знаете, нечто поистине восхитительное я обнаружил в самом конце этого прекрасного аята. Аллах говорит… «…Ва каан Аллаху аля кулли шей им мукита». Аллах всегда был мукитом, над всеми вещами. Слово «Мукит» происходит от слова «кут» или «кит». «Ма юмсику рамака мин ризк». «Кут» – это еда, которая спасает вас от голодной смерти. Этот один кусочек спасает вас от голодной смерти. Положив его в рот, ваше тело снова возвращается к жизни. И если бы вы не положили этот кусочек себе в рот, вы бы умерли. Глагол «Аката» переводится как «спасать того, кто находится на пороге смерти». «Помочь кому-то выжить». Производный от него глагол «иктата» указывает на человека, который живет прямо на грани. Он ест лишь столько, сколько необходимо для поддержания его жизни. В этом аяте Аллах называет Себя «аль-мукит». Это означает, что Аллах обеспечивает всем выживание. Аллах дает вам достаточно, чтобы выжить. И если вы думаете, что не сможете выжить, он будет тем, кто даст вам силы идти дальше. Поэтому у имени «аль-мукит» есть такие значения, как тот, кто охраняет, тот, кто наблюдает и тот, кто дарует вам способности. По сути, тот, кто дает вам силы – это Аллах. Почему Аллах, Свят Он и Велик, говорит это в конце аята? Допустим, люди дают плохую рекомендацию относительно вас. Люди плохо говорят о вас. Допустим, есть целая группа людей, которая только и делает, что постоянно пишет плохо о вас, при любом удобном случае. И, как результат, страдает ваша карьера, страдает ваш бизнес, это влияет на ваше общественное положение, страдает ваша семья, страдает ваша репутация в умме, и вы начинаете думать, «Может, не стоит переехать в другое место, поскольку люди говорят ужасные вещи про меня, из-за этого я не смогу никуда устроиться, ведь эти люди испортили мою репутацию». И этой концовкой аята Всевышний Аллах как бы говорит – ни хорошее заступничество, ни плохое заступничество ничего не решают. В конечном счете, тот, кто спасает вас от голода – это Аллах. В конечном счете, тот, кто кладет еду в ваш рот – это Аллах. Поэтому, когда кто-то говорит о вас плохо или хорошо, кому они приносят вред или, наоборот, благо, так это самим себе, только самим себе. А единственный, кто может принести вред или пользу, единственный, от кого зависит ваше выживание – это Аллах, и Он – Аль-Мукьид, Он будет продолжать обеспечивать вас. Поэтому не расстраивайтесь сильно, когда вы не получаете хорошие рекомендации, не изводите себя. «О, что же мне делать? Люди не сказали хорошо обо мне, люди не написали про меня хорошие отзывы». Или вы попросили их, а они не согласились дать вам хорошую рекомендацию. Или вы узнали, что люди вообще предостерегают от вас, говоря плохие вещи про вас. Расскажу вам про случай, который я знаю. Один молодой специалист решил жениться. Он пришел к семье той девушки, рассказал, кто он, чем занимается. Те говорят, хорошо, мы подумаем. И родственники той девушки начали узнавать про парня, спрашивать у тех, кто знаком с ним. И они дошли до соседа по комнате. А сосед по комнате, ну что сказать, зачастую он бывает недобросовестным. Он никогда не платит вовремя за комнату, вечно оставляет бардак после себя. Он постоянно жалуется, постоянно смотрит фильмы, постоянно шумит, не давая спать другим. А тот парень соблюдает чистоту, встает на рассветную молитву и идет в мечеть, старается все сделать правильно. И вот он решил жениться. Родственники девушки пришли к его соседу, и тот сказал им, «Да нет, вы что? Это еще тот проходимец. Даже не думайте, если бы это была моя дочь, я бы на километр его не подпустил к ней. Не связывайтесь с ним». Это шафа'а сайи'а. И узнав, что про него сказали такое, парень впал в депрессию, думая, что он никогда не сможет жениться. Видите, какой ущерб был ему нанесен? Он не заслужил этого. Он не заслужил, чтобы про него говорили такое. Что он сделал, чтобы его так опорочили? Знаете, зависть может заставить человека творить сумасшедшие дела. Заниженная самооценка может подтолкнуть человека к очень странным вещам. И он даже не будет понимать, зачем он так сказал. «Ну, сказал и что? Мне так захотелось». А помнишь, как однажды ты не поделился со мной пирожком? Жалкие, ничтожные люди. Когда у людей нет ничего благого внутри, то единственное, что они желают, это напакостить кому-нибудь. Они ищут, кому бы навредить. Такая скверная у них натура. Кому бы еще сделать больно? Единственное время, когда они чувствуют себя сильными, чувствуют, что они чего-то достигли, это когда они используют свой язык, чтобы навредить кому-нибудь или помешать добиться успеха. Не становитесь такими людьми, поскольку вы не сможете помешать замыслам Аллаха обеспечить уделом кого-нибудь другого. Никто не сможет этого сделать. Если вы попытаетесь сделать это, попытаетесь навредить кому-нибудь, тогда ноша этого греха упадет на вас самих. Да сделает нас Аллах из тех, кто делает шафа'а хасана – благое заступничество. И да сделает нас Аллах достойными шафа'ата, посланника Аллаха, ﷺ, в Судный день. Да простит нас Аллах за шафа'а сия'а, которое мы могли совершить в прошлом. И да сделает нас Аллах из тех, кто, совершив плохое заступничество в прошлом, возвращается назад и исправляет свою ошибку. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами!